всем привет подошло время обновить рейдинг всех доступных на данный момент в игре образцов оружия в разделе дробовиков именно в разделе они в классе так как у разработчиков свое видение на все это порой бывают образцы оружия которым не место в определенном разделе но они там и есть поэтому не будем особо от этого отступать и разберем все как есть с учетом всех последних изменений начало от худшего к лучшего но это в то же время не значит что оружие которое будет находиться внизу списка плохое сравнение с другим оружием а также в плане эффективности за свои деньги по многим другим показателям она может быть даже лучше но в данном разделе в сравнении с имеющимися конкурентами но будет на мой взгляд слабее а перед началом небольшая реклама моей страницы на бусте где все видео дополнительные материалы публикуются гораздо раньше и без какой-либо рекламы если у вас есть возможность и желание поддержать автора то все ссылки будут как на экране так и в описании под видео в дальнейшем будут реализованы дополнительные бонусы для подписчиков то 106 дешевое оружие в двадцатом калибре из особенностей основных минусов перезарядка осуществляется как у болтов винтовок с продольно скользящим затвором связи с чем скорострельно тут скверная слабые боеприпасы да и в целом все характеристики оружия как по точности и отдачи ужас в общем отличное оружие для челленджей в остальном же пускай с ним будет лучше дикий эффективность крайне низкая mp18 еще один уникальный представитель оружий да и в целом в данном разделе уникального оружия предостаточно данном экземпляре уникальность заключается в том что это одно зарядное оружие и перед зарядкой осуществляется путем перелома ствола привык у воздушек только тут используется довольно серьезный боеприпас калибре 762 на 54 миллиметра что позволяет использовать данное оружие как снайперское оружие причем это будет самая дешевая снайперская оружие в данном калибре и вот как раз в этом исполнении еще можно добиваться успехов на близких дистанция шансов практически нет более подробный обзор был совсем недавно на канале ссылки будут в описании и закрепленном комментарии mp43 уникальный для игры и в то же время самое обычное двухствольное ружье в 12 калибре который больший профан так как позволяет стрелять дуплетом при использовании дроби в упор мало кто сможет уцелеть главное стрелять либо в лицо либо в незащищенные руки и ноги при помощи тюнинга можно установить и вовсе короткий ствол и бегать на завод либо по помещениям и развлекаться на упоре уничтожая врагов но на что-то более серьезно рассчитывать с ней не стоит вот коробка внутри mp155 понять это можно довольно легко здесь есть вот такой вот лейбл на котором написано что это за ружье mp133 помпового ружья в 12 калибре из плюсов дешевое и на этом все слишком это некомфортное ружье прицельная мушка не выраженная связи чем прицелиться практически невозможно нужно тратить дополнительные деньги на апгрейд дабы установить коллиматорный прицел но лучше потратить эти же деньги на другое оружие о котором поговорим далее тут же нет ничего интересного подброс оружие высокий перезарядка после каждого выстрела ужасно медленная так еще и задиром ствола вверх что перекрывает обзор в общем лучше пропускать годится только для уничтожения диких ремингтон м870 помпового ружья в 12 калибре отличается в лучшую сторону неплохими возможностями по апгрейду благодаря чему можно собрать очень компактное помповое ружье это пожалуй единственный и плюс из минусов обладает высокой отдачей неудобная перезарядка после каждого выстрела происходит такой же высокий подброс оружия как и в предыдущем варианте в целом за счет тюнинга может быть интересным вариантом но не более мосбер 590 очередное помповое ружье в 12 калибре обладая также довольно высоким подбросом при стрельбе медленной перезарядки слабыми возможностями по тюнингу связи с чем нет возможности установить магазины больше емкости чем ей стоки но большинстве случаев стокового трубчатого магазина хватает так как вмещает 8 патронов что бывает не у каждого дробовика в основном меньше плюс тут присутствует довольно комфортные прицельные приспособления и он немного дешевле ремингтона в общем для использования в стоке вполне сгодится как бюджетное оружие для уничтожения диких mc-255 еще одно уникальное ружье с револьверной системой перезарядки что как плюс так и минус из первых перезаряжается оружие довольно быстро но только если выстрелить полный барабан удобно заряжать разными патронами сама стрельба куда скоростнее если переключить режим стрельбы на стрельбу самовзводом да и стоит недорого из минусов же всего пять патронов барабане высокая отдача да и все же хоть стрельба быстрая прицельно стрелять не выйдет как по мне все же комфортнее по стрельбе если сравнить с предыдущими помповыми ружьями но по-прежнему годится только для уничтожения диких mp-155 полуавтоматический дробовик 12 калибра который позволяет вести скоростную стрельбу по цели правда базовая прицельная мушка крайне ужасно и не позволяет вообще целиться поэтому придется прибегнуть хотя бы к минимальному тюнингу а выбрать тут есть из чего из особенностей есть возможность собрать версию ультима с тепловизионным прицелом который выглядит довольно футуристично тепловизор тут простой и годится только для уничтожения диких в полной темноте да еще к нему нужно привыкнуть из-за своеобразного расположения целом дешевое и отличное оружие которое подойдет уже для уничтожения как диких так и чего к стоит гораздо приятнее благодаря не такому высокому подбросу оружия как у помповых образцов mp-153 снова полуавтоматический дробовик стоит еще дешевле странная тенденция чем выше в рейтинге тем ниже цена но конечно свои минусы тут также присутствуют и пожалуй самый основной это габариты оружия она очень длинная весло знатное выходит так что помещениях им особо не помахаешь зато гораздо точнее нежели стальных дробовиков что позволяет вести более-менее комфортную стрельбу пулевыми патронами на дистанции отдача тут также немного ниже ну и вариантов тюнинга тут также меньше ствол можно поставить конечно короче но вот только зачем когда есть mp-155 в общем отличный дробовик для противостояния с чвк и дикими за счет неплохой как для ружья точности бенели м3 обзор на который был совсем недавно все ссылки конечно прилагаются если коротко два режима стрельбы помпы вариант и полуавтомат причем первый как по мне предпочтительнее так как стрельба точнее подброс оружия меньше да и перезарядка быстрая не как у остальных помповых ружей трубчатые магазины повышенной емкости вплоть до 13 патронов что прям прилично как для дробовика наличие удобных прицельных приспособлений в базе плане цены все как по мне вполне оправдано но на верхней его границе так сказать из минусов занимает много места в остальном же отличное ружье в двенадцатом калибре сайга в двенадцатом калибре отличное и вполне универсальное оружие который может похвастаться низкой стоимостью неплохим как для ружья характеристиками широкими возможности по тюнингу особенно раду барабанный магазин на 20 патронов а также наличие 10 зарядных магазинов которые занимают правда много места но я думаю это не проблема так как все это позволит довольно быстро производить перезарядку и заливать врага свинцом дальше грозное оружие в помещениях и на малых дистанциях стрельбы вполне комфортно можно использовать полностью в стойке как против диких так и чвк тос кс-23 м использует боеприпасы в калибре 23 на 75 миллиметров такая ручная артиллерия выходит данный расчет нельзя назвать универсальным она довольно специфическое и узконаправленное вернее больше фановое так как годится по большей части для ведения стрельбы на малых дистанциях в основном помещениях и способны уничтожать противника всего одним залпом дроби по ногам поэтому у многих прям люто горит когда встречает врага с этим оружием даже если с одного выстрела не получится убить врага то как минимум половина здоровья у него уже будет отсутствовать с множеством переломов и кровотечений пулевые патроны тут есть но не бесполезны и больше всего ценятся шрап нель 10 из-за огромного урона есть еще уникальный специальный свето звуковой боеприпас звезда который способен ослепить врага на небольшом расстоянии и все это нивелирует такие минусы как малая емкость магазина длительная перезарядка как всего трубчатого магазина так и после каждого выстрела дороговизна и общая редкость открывается на максимальных уровнях прокачки правда из плюсов невысокая датчика для такого калибра в общем таким получился максимально короткий обновленный рейтинг всех хуже в игре если у вас есть предложение по внесению каких-либо изменений пишите об этом обязательно в комментариях но на сегодня всем спасибо за просмотр данного видео подписывайтесь на канал дабы не пропускать выход подобных видео а также на группу вконтакте где публикуются все дополнительные материалы по видео в частности все таблицы ну и страницу яндекс дзен и рутук как запасные площадки где все материалы публикуются на день раньше ну и всем пока